Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! Не забывайте подписываться и обязательно писать комментарии внизу, комментарии от подписчиков, людей, которые подписаны на мой канал, я вижу первыми в самом верху. Итак, что у нас на сегодня? У нас обычный столичный салат, как мы его назвали в детстве. На самом деле это оливье, но почему-то мы все детство называли его столичным салатом. Не знаю почему так. Самая обычная оливье, которую приготовила я. И здесь у нас блюдо из азербайджанской кухни, которое называется наргоурма. Здесь цыпленок, каштаны, действительно маленький цыпленок, очень нежное мясо, настолько вкусно получается, прям такой аромат сейчас стоит, что я еле держусь. Напиток, что мы будем пить, это айсти с лимоном. Буду пробовать впервые. И вообще постараюсь эти видео выкладывать после Ифтара, так как начинается священный месяц. Я вас всех поздравляю с этим священным месяцем. Те, кто держит пост, вам сил, терпение. Я не знаю точно, буду ли я держать пост. В любом случае, весь месяц держать пост я не смогу, потому что это для меня очень сложно. Когда я была маленькая, ну как маленькая, подростком, когда была, мне бабушка говорила, что можно держать и 3 дня, и 10 дней, сколько сможешь, столько и приветствуется. Это не то, что какое-то, наверное, оправдание. Может, это недостаток силы воли. В общем, я постараюсь хотя бы 3 дня продержать пост. Все мусульман, поздравляю. Постараюсь видео выкладывать поздно. В принципе, вы можете и в другое время посмотреть другие мои мукбанки. Они же в открытом доступе. Поэтому даже не знаю, стоит ли опубликовать мукбанки именно поздно. Или вам без разницы, пишите. Потому что я бываю в шоке, когда мне пишут комментарии, например, вегетарианцы. Люди, которые не едят мясо, спокойно смотрят видео с мукбанками. Это настолько вкусно. Гранат с каштанами. Сочетание просто идеальное. Хотя, вы знаете, на вкус и цвет товарищей нет. У меня одна подписчица купила Наршарап и мне написала в комментариях, что ужасно, совершенно невкусно. Как ты это кушаешь? Также сегодня я с вами хочу поговорить насчет закрытых комментариев под последними видео. Зачем я их закрываю? Что мне не нравится? Что мне негативно пишут? Несмотря на то, что я веду блог достаточно давно, до сих пор я не смогла лояльно, нейтрально, безразлично относиться к комментариям. Возможно, это мой косяк. Но кто бы что ни говорил, эти слова, они въедаются тебе в голову. Соглашусь. Конечно, есть и конструктивная критика. Есть какие-то моменты, с которыми ты совершенно не согласен. У меня лично эти комментарии, с которыми я не согласна, которые оскорбляют меня, обижают. Я как бы читаю, у меня потом просто пропадает желание снимать. То есть это лично меня очень демотивирует. А мне не хочется. Уже очень давно у меня есть канал, мне не хочется его забрасывать. Да, возможно, видео сейчас выходит не так часто, как хотелось бы. Но все же. Сидеть, удалять комментарии, я считаю, это глупо. Я захожу, если я вижу наверху там первые 3-4 негативных комментарии, которые меня как-то задели. с большим количеством лайков. Я просто дальше не читаю. Я закрываю комментарии. Да, сейчас вы скажете, если ты набрала аудиторию, если ты снимаешь видео, ты должна быть готова к негативу. Я считаю, что если в Ютубе есть такая функция, значит, так можно делать. И ничего здесь страшного нет. Раньше мы смотрели телевизор и ничего не могли прокомментировать, например. В моем детстве не было интернета. Мы смотрели просто каналы. Не могли никак высказать свое мнение, но при этом продолжали смотреть. Опять же, если, например, я покупаю подписку на какого-то блогера, ежемесячно выплачиваю какую-то сумму ему. И потом, я недовольна контентом, который мне предоставили за этот месяц. Я это могу понять. Люди заплатили, люди не получили должного, и они недовольны. Ну, когда человек просто заходит под каждое видео и пишет тебе, у тебя неинтересный контент, и стала какая-то скучная, неинтересная, но при этом просмотрел, не знаю, 4 твоих ролика, или как минимум зашел, чтобы написать это. Зачем? Это и меня расстраивает, и демотивирует, и моих близких. Так что, в таких случаях я просто решила не нервничать, не расстраиваться, просто закрывать комментарии. Это настолько вкусно. На улице пасмурная погода. Кажется, дождик собирается. У меня сегодня разбудила подруга, говорит, давай куда-то сходим. А у меня в последнее время такое состояние, мне вообще никуда не хочется. Мне хочется просто сидеть дома, заказывать какие-то интересные вещи. Кстати, я не выложила свой подарок на 8 марта, и почему-то все подумали, что мне ничего не подарили. Естественно, меня без подарка не оставили. В любом приложении Аппликейшене я очень люблю ставить лайки на те позиции, которые я очень хочу купить. Ну, например, сейчас у меня нету на это денег, или потом куплю, или откладываю, жду скидок и так далее. На шейне у меня там вообще много чего, то, что у меня лежит в фейворите, и все никак руки не дойдут купить. Так вот, у меня появилась идея, а что если на 8 марта попросить у своего молодого человека выкупить абсолютно все из фейворита? Во всех маркетплейсах, которые у меня есть в телефоне. это, кстати, была не моя идея. Он знает, что я очень люблю онлайн-шоппинг и вообще шоппинг в целом. Я очень люблю что-то покупать. Вот. И он увидел то, что у меня в приложении очень много залайкано. И он говорит, давай на 8 марта я тебе куплю все. вот 8 числа я просто была настолько рада. Просто все, что я хочу, я заказала. И когда это все придет, если вам интересно, я могу снять отдельное видео. Потому что очень много будет посылочек. Что-то из Турции, что-то оттуда, что-то здесь на маркетплейсе заказала. В общем, во всех приложениях все. У меня больше уже нету фейворитов. и вот я знаю сейчас мысли в вашей голове. Опять накупила мусора. Да зачем это надо? Мне оно надо. Ну, надо. искренне не понимаю, почему людей палит, сколько у меня помад, почему я не ношу одежду, которую я покупаю и так далее. Почему я ее не продаю? Я ее покупаю не чтобы продавать. Меня, честно, очень улыбнуло под моим видео на зарпаченском языке одна девушка подумала, что у меня магазин. Она мне на полном серьезе написала, где находится ваш магазин или у вас онлайн продажа. Я говорю, нет, это все я покупаю у себя. Так вот, жду не дождусь просто. Когда же это все мне придет? Еще вчера посмотрела интервью Алены Шишковой. Насколько приятная девушка. Мне она всегда нравилась. Я, когда была подростком, всегда мечтала, что я вырасту, стану на нее похожей, перекрашиваюсь в блонд. Я заметила на интервью, она волосы настолько близко к лицу разместила, вот так вот, чтобы не было видно ее отечное лицо. А все знаете, почему? Потому что люди очень злые. Люди не интересуются, какие у тебя диагнозы, какие у тебя проблемы со здоровьем. каждый считает своим долгом написать какую-то гадость. Что вот распухшая, ты теперь некрасивая, какая она страшная стала. Ужас. Читаешь комментарии и думаешь, блин, сколько злости в человеке. Как бы человек не говорил, что я не обращаю внимания на комментарии. А от Алены прям веет добротой. Мне она настолько нравится, мне настолько нравится ее вайб, она такая комфортная. Но я заметила на этом интервью, что она максимально пыталась скрыть свою отечность на лице. А все это делают люди, которые пишут злые комментарии. Именно поэтому, чтобы отгородить себя от лишних комплексов, которые хочешь, не хочешь появляются, когда ты читаешь подобные вещи, я порой просто решила закрывать комментарии. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.